Дорогие друзья, наше радио-шоу продолжается. Сегодня в эфире у нас интересные гости. Андреева Марьянна, сопредседатель Ассоциации гостеприимства Республики и предприниматель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Яна Михайловна Лапека, главный специалист отдела Госпожнадзора по профилактической работе. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, сегодня печальный случай нас свёл сегодня вместе в нашей студии, по поводу чего мы будем сегодня говорить. Но вы все знаете, что 8 декабря произошёл пожар в Якутске в частной гостинице Анюта по улице Некрасова. Были жертвы, два человека погибли, это молодые люди. И сейчас на месте пожара работает следствие, продолжается следствие. Кто виноват, почему так произошло, мы узнаем об этом позже. Ну и скажите, пожалуйста, вот у нас частный гостиниц официально, Марьянна, вот только что мы с вами разговаривали, сколько? Ну, по нашим данным, как ассоциация гостеприимства, мы ведём мониторинг, эту работу мы начали, на самом деле, с этого года. Мониторинг мы ведём из открытых средств доступа, то есть гостиницы, чтобы привлекать гостей, они подают рекламы, из этих сведений мы мониторим. И на сегодняшний день мы насчитали 47 объектов размещения. Из них 17 гостиниц, мини-гостиниц 24 и хостелов 6. Всего 47? Да, это вот... Ну, вчера я зашла в сеть, посмотреть, узнать, цены какие, и, ну, мне выдала сеть 60 гостиниц. Это, видимо, те гостиницы ещё, которые располагаются в квартирах, в жилых квартирах, и люди, в общем-то, сдают свои квартиры посуточно. Это тоже, в общем-то, считается, что это, ну, гостиницы маленькие, небольшие, и предлагают они, ну, по ценам, разброс цен тоже достаточно большой, от 800 рублей до, там, в зависимости, так сказать, от класса и уровня. Но, опять-таки, вот этот класс и уровень оснащённости этих гостиниц, он вызывает очень много вопросов, видимо, и у Государственного пожарного надзора, да? Яна Михайловна, присоединяйтесь к беседе. Скажите, пожалуйста, вот каким образом ваше ведомство осуществляет контроль за вот этими частными гостиницами в плане противопожарной безопасности? Этот вопрос очень важный. Да, это очень важный вопрос, но, может быть, разрешите сначала, чтобы перейти к ответу на данный вопрос. Я хочу просто довести, да, наших слушателей и зрителей, ту обстановку с пожарами, которая сложилась у нас на сегодняшний день в республике. У нас на сегодня зарегистрировано 993 пожара, из которых 71% — это только пожары, которые были зарегистрированы в жилом секторе. И при пожарах погибло 67 человек, и 66 из которых также погибли в жилом секторе. В этом году мы зарегистрировали гибель 14 детей, это дети в возрасте от года до 15 лет. И основными причинами пожаров остаются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем в том числе, неосторожность при курении, шалость детей с огнем, и нарушение правил устройства и эксплуатации печей, что относится больше всего в частном жилом секторе. И вот такие объекты, частные гостиницы, как правило, тоже располагаются в частных домах. И в современном жилище очень много потенциальных источников возникновения пожара. Это неисправная электропроводка, перегрузка электросетей, оставление без присмотра электропечи, газовые печи. И чтобы снизить опасность возникновения пожара по вине человека, необходимо проведение целенаправленной, разъяснительной и постоянной работы, агитационно-разъяснительной работы по соблюдению требований пожарной безопасности. — Яна Михайловна, вот скажите, а каким образом вы работаете с частными гостиницами? И вот в частности с Марьяной Матвеевной вы каким-нибудь образом сталкиваетесь в своей работе? Обращаетесь ли вы к сопредседателю Ассоциации гостеприимства в Республике Саха-Якутия? Ну, каким образом вы работаете? Вот общественный институт и вы ведомство контролирующее, надзирающее. — Ну вот мы лично не сталкивались ни разу, но я думаю, нужно наладить это взаимодействие. — Встреча состоялась. — Да, встреча состоялась, но проблема в том, что у нас же в России объявлены надзорные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Как правило, гостиницы — это и есть субъекты малого. — Вот видите, палка от двух концов. С одной стороны, Марья Матвеевна, вот вы согласитесь, что это очень хорошо, когда никто тебя вот как предпринимателя не дергает, не, как говорят, не кошмарит, да, вот мем. Но с другой стороны, опять-таки, это всё на совести людей, которые организуют свой бизнес, а именно частные гостиницы. Это очень ответственное дело, и те люди, мне кажется, которые решаются открыть гостиницу, они должны обладать не только, так сказать, волей извлечь выгоду, как говорится, да, но и в то же время людей обеспечить и безопасность, главное, самый главный вот этот вопрос. Вот в этом плане, в этом ключе, вашу ассоциацию, сколько людей входит, вот таких предпринимателей, именно в гостиничном бизнесе? Направление по... Наша ассоциация вообще была создана пять лет тому назад. Вначале она называлась Ассоциация рестораторов, и только в конце прошлого года решением было переименовано в Ассоциацию гостеприимства, и целью является объединение, как и ресторанов, общественное питание, гостиниц, средства размещения и туризма. Целью, конечно, является повышение уровня объединения в целях расширения туристического потенциала нашего региона, повышение сервиса обслуживания в этих, ну и, конечно же, обеспечение безопасности, как и со стороны распотребнадзора или пожарки, потому что там же, где и размещают, там же, где и кормят, всё это взаимосвязано с людьми, а это безопасность, конечно, в первую очередь. Здоровье человека? Здоровье человека. Во главе угла? Во главе угла, в любом случае. А каким образом, вот смотрите, у вас в ательеров сколько сейчас входит в вашу ассоциацию? В ассоциацию у нас входит сейчас пять ательеров, то есть пять компаний. И сорока семи? Ну, планомерную работу мы ведём, но с ательерами очень трудно работать в части того, что они пока ещё не осознают, ну, наверное, это эволюционный тоже какой-то процесс, да, не осознают важность объединения. Каждый действует самостоятельно, но в любом случае те цели, которые мы ставим, невозможно достичь, работая в одиночку. Потому что мы же и работаем с различными органами, да, с администрацией города Якутска. Вот в любом случае распотребнадзором, в любом случае проблемы всегда встают от не те же, и каждого владельца касаются все те же самые проблемы, что, в принципе, внутри. Вы владелица очень хорошей гостиницы, я знаю, у нас в городе, да, и скажите, пожалуйста, вот этот пакет документов, которые вы сегодня нам принесли показать, он является основополагающим вот три тома целых, да, тут раз, два, три. Они основополагающие документы, которые должны и обязаны быть у каждого ательера. Конечно, обязательно. Это только как бы одна папка, потому что у нас передача касательно пожарной безопасности. Когда мы открылись в 2013 году, это направление бизнеса для меня на самом деле тоже было новым, и мне проходилось, как говорится, с азов проходить тут же буквально учиться благодаря там административно-штрафным санкциям соответствующих органов, да, все вот эти. Но в любом случае мы в течение года привели все в порядок, узнали столько много нового. Я думаю, что другие частные гостиницы с этим тоже сталкиваются. Некоторые еще не начали сталкиваться ввиду того, что они еще... Только что открылись. Да, только что открылись. И до них постнадзор еще не добрался. И до них постнадзор еще как бы не добрался. Но для этой цели-то мы существуем как ассоциация, чтобы вот любой начинающий, который открыл свое дело, да, мог прийти, получить какие-то консультационную помощь, не боясь того, что вот соответствующий орган к ним же с утра прибежит и начнет там накладывать какие-то санкции. Но скажите, пожалуйста, у вас же есть еще взносы какие-то, да, вот чтобы вступить в ваше сообщество, нужно как-то вот членство какое-то в вашем клубе? Да, конечно, мы общественная организация, никто нас сверху не финансирует. Наше объединение чисто добровольное в целях того, чтобы, естественно, там есть, ну, мелкие какие-то расходы, и по нашему уставу у нас есть членские взносы тысячи рублей в месяц. Но за эти тысячи рублей в месяц мы получаем от друг друга разные консультации, потому что мы внутри все те же предприниматели, которые прошли через все вот эти... Тернистый путь. Тернистый путь. Можем подсказать, обменяться какими-то документами. Положительный опыт. Положительный опыт. Потом при возникновении каких-то вот конкретных проблем в отрасли так, выйти в соответствующие органы, вот как вот пожарная инспекция, Роспотребнадзор, с ними сесть за круглый стол, как представители вот ассоциаций, и уже решить на месте какие-то вот реальные вот проблемы. Скажите, пожалуйста, вот этот вот случай трагический, который произошел на Некрасово, вы как ведомство сейчас планируете ли вообще какую-то проверку большую всех частных гостиниц? И я знаю, кстати, частные гостиницы, вот мы сказали только что, отметили, что 47 это официально, которые в списке, и их гораздо больше, потому что участники тоже сдают свои квартиры, дома, ну посуточно там, ну или как-то, в общем. Как вы собираетесь вообще вот по, скажем так, вслед вот в этой трагической ситуации отреагировать? Ну, отреагировать мы не можем вследствие действующего законодательства, что мы ограничены рамками закона в связи с тем, что объявлены надзорные каникулы, и есть соответствующий приказ министра МЧС России 12 сентября о запрещении всех проверок плановых, внеплановых субъектов малого и среднего предпринимательства. И мы этих субъектов даже не планировали проведение проверок в 2017 году. Боже мой! А до какого времени эти каникулы? Ну, до 2018 года. И поэтому вот такие вот ассоциации, если вот предприниматели будут объединяться в такие ассоциации по направлениям деятельности, вот как гостиничный бизнес, для нас это будет даже очень удобно, потому что у нас упор, основной упор сейчас идет на профилактику правонарушений. Мы бы могли бы организовать взаимодействие, как правильно отметили, мы бы собрались, кто-то задал вопрос, получили бы консультацию, и это было бы не в индивидуальном порядке, экономило бы время и предприниматели, и наше бы время экономило, чтобы мы организованно, коллективно все это решили. Поэтому никаких проверок после этого трагического случая мы, конечно, не планируем, не можем планировать точнее. Ну, это, наверное, к сожалению, все-таки, потому что сделать ревизию, и это получается на откуп самой совести, как говорится, тех людей, которые занимаются этим бизнесом. Ну, и еще такой момент. Вот оборудование вот это вот, те же пожаротушители, да, ну, какие они там могут быть? То есть это все наверняка очень дорого стоит, та же пожарная сигнализация, та же организация эвакуационных путей, допустим, чтобы дверь была не одна, там, а несколько выходов, да? То есть все это стоит, ну, наверное, достаточно дорого или как? Ну, индивидуальный предприниматель, когда, видимо, решается на определенный вид деятельности, он все равно должен предполагать, что потребуются какие-то затраты. Тем более работа с людьми, все равно какой-то степень ответственности, она выше степени ответственности. Поэтому, ну, это все на ответственности индивидуальных предпринимателей. Конечно, это все это затраты, но без этого мы тоже никуда не можем деться. Но квартиры, те, которые вот в многоэтажных домах, да, они все оборудованы, ну, новостройки, во всяком случае, оборудованы пожарной сигнализацией. Но мы вот об этих делах еще поговорим через некоторое время, а сейчас мы уходим на рекламу и продолжим наш разговор. Дорогие друзья, вы можете к нам присоединиться, можете сейчас подумать над своими вопросами 320066, 321166. Дорогие друзья, мы продолжаем разговор о противопожарной безопасности, об обеспечении вот этой самой безопасности всем тем гражданам, которые приезжают к нам в Якутск, ну и не только, а вообще в республику, и останавливаются в гостиницах. Большая часть таких гостиниц, ну, если не больше, тут вообще, наверное, все гостиницы находятся в частном, скажем так, секторе, да, то есть в частных руках. И бизнес этот достаточно, ну, скажем так, достаточно сложный и затратный, но и мы говорим о том, как обеспечить противопожарную безопасность. Как мы выяснили, для предпринимателя объявлены до 2018 года каникулы в связи с проверками и со всеми этими делами, контролирующими, то есть пожарный надзор ни в коем мере не может вот так запросто прийти и проверить, да, как у вас обстоят дела с сигнализацией, имеются ли там, допустим, песочек, там, как бы этот, ну, что там, вода, да, ну, как положено. Ну, вот как положено сейчас, вот, Мария Матвеевна, поясните, пожалуйста. Ну, я думаю, что вот эти каникулы должны именно быть для предпринимателей тем временем, когда они добровольно могут все привести в порядок, не влезая в какие-то штрафные санкции со стороны органов, да. И в любом случае человек, который серьезно хочет заниматься этим бизнесом гостиницы, хочет развиваться, дальше расширяться, и он должен в первую очередь думать о безопасности своих клиентов. И это должно стоять во главе. В любом случае гостиничный бизнес на самом деле очень сложный, потому что именно в самом начале своей деятельности ты должен инвестировать очень много средств, чтобы открыть эту гостиницу, а не так, что начал с нуля, а потом начал что-то добавлять. Именно вот, именно гостиничный, он предусматривает, чтобы ты сначала очень много инвестировал, привел все в соответствие, и только потом открыл так таковой свои двери. И потом уже можешь отбивать вот эти свои вложенные инвестиции. И в любом случае, ну, приведение пожарной безопасности, не дай бог, что случится, тем более в частном секторе, когда это деревянные дома, да, там, случится может все что угодно. Ты же не можешь заходить в каждую комнату и проверять, там, курят, не курят, да. Каждому говорить, конечно, в любой гостинице, наверное, при заезде гостя заставляют, ну, не заставляют, просят подписать правила противопожарной безопасности. Они, наверное, есть, вывешены, разъясняют, но случиться может всякое. И именно вот эти нормативы, там, те же огнетушители, запасные выходы, оповестители и так далее, они могут хотя бы, по крайней мере, избежать вот этих вот трагичных, именно, именно трагичных случаев. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы и к Мариане Матвеевне, или к Яне Михайловне, можете позвонить к нам 32 00 66 32 11 66. Может быть, поделитесь, поделитесь своим опытом проживания в той или иной гостинице. Ну, допустим, если вы горожане, куда-то поехали в Нюрбу, например, остановились в отеле 5 звезд. Есть там или нет такой отель? Ну, наверное, появится. Ну, или же вы проживали где-то там у тетушки, у бабушки, где-то там, да, которая не зарегистрирована, которая не платит налогов, и, в общем-то, с пожарной безопасностью у нее, ну, достаточно все сложно. И вы задумывались ли о том, что, как бы, какая опасность вообще таится за всем этим делом? И еще раньше такой был момент, да, когда, допустим, мы останавливаемся в гостиницах в Москве, там, или еще где-то. Вот я была свидетелем того, что вечером, ну, на ресепшене позвонили в, я не знаю куда, видимо, в пожарную там службу куда-то, да, и сообщили, что в гостинице на данный момент проживает столько-то граждан, таких-то там иногородних, таких-то там сяких-то, иностранцев таких-то. Ну, в общем, такая информация была. И я подумала, да, действительно, собственно говоря, наверное, да, это важно, потому что, не дай бог, случится что-то, чтобы хотя бы знали пожарные, сколько там людей вообще находится в этой гостинице на данный момент. У нас такая информация поступает ли в наши правоохранительные органы или к вам, вот, в пожарную службу? Да, считается гостиница объект с массовым пребыванием людей, соответственно, собирается информация, сколько каждый день, посуточно, это у нас объекты социальной сферы, вот они ежедневно передают эту информацию, сколько у них пациентов, сколько детей, сколько больных, эта информация собирается. Я вот как владелец частной гостиницы подтвержду, что каждый вечер в 9 часов этот звонок обязательно делается, передаются все сведения, сколько людей, в том числе, сколько детей проживает в гостинице. И это правильно тоже, вот, на самом деле, так и должно быть. И все гостиницы, все средства, даже не гостиницы, можно сказать, места размещения людей, они должны передавать эти сведения. Тем самым они попадают, в принципе, в перечень легальных мест размещения, да, а нелегальное предпринимательство, это, в принципе, уже отдельная тема. К нелегальным предпринимательствам надо бороться, на самом деле. Ну и еще хочется вспомнить, ну, тот случай трагический, когда загорелось здание банка во Владивостоке, да, когда люди выпрыгивали из окон, и это было жутко, страшно. Там пожар произошел внутри, в задней части вот этого здания, никто не знал об этом. То есть даже вот такой, ну, скажем так, объект, ну, повышенного внимания со стороны, допустим, охранителей там каких-то, да, ну, верно, охранники-то были, наверное, в этом здании. То есть я к чему это веду? К тому, что сейчас каждая квартира в новостройке оснащена противопожарной вот этой сигнализацией. И это правильно. Многие люди, почему-то вот мои соседи, например, они говорят, ой, да зачем мне вот эта вот пищалка, она портит мне интерьер, я хочу ее убрать. И я часто слышала, ну, вот такие вот замечания от своих соседей, когда они делали ремонт, въезжали в новостройку. И зачем это, и это некрасиво, как-то я хочу убрать. То есть это, видимо, совсем неправильный подход. Ну, насчет того, что правильный подход или неправильный, это, конечно, отдельная тема разговора. Но действительно стоит отметить, что низкую обеспеченность жилых зданий средствами оповещения и обнаружения людей о пожаре. Я хочу отметить, вот в Нерингринском районе, как положительный опыт, у них большее количество деревянных, деревянных жилых домов. У них обеспечена автоматическая пожарная сигнализация, что позволяет своевременно обнаружить и потушить пожар на ранней стадии. Поэтому очень даже рекомендуем поставить. Но поскольку это нерегламентировано к домам, которые уже построены были, эти требования нерегламентированы. То есть мы не можем требовать. В новостройках, да, это устанавливается изначально. Обязательно, да. А те, кто уже проживает... И демонтировать ни в коем случае нельзя. Нельзя, да. Но хочу пожелать, чтобы установить. Вот сейчас, в настоящее время, в республике ведется работа по установке автономных домовых извещателей. Ну, может быть, конечно, они немножко неэстетичны, портят интерьер. Но, по крайней мере, если что-то случится ночью, они подадут оповещение, звук издадут. И, по крайней мере, люди смогут своевременно проснуться и принять меры своей эвакуации, своих близких. Да. И, к сожалению, как правило, вот, видимо, по статистике, пожары происходят, как правило, ночью или вот под утро. То есть большая часть тех пожаров, которые с таким вот летальным исходом, когда люди спят в это время, они не могут как-то оценить, проснуться, выйти, спастись и вообще как-то адекватно отреагировать на вот этот случай. Да, и как раз-таки вот эта пожарная безопасность, она могла бы иметь в виду оповещатели, да? Да, она хотя бы разбудила бы хотя бы владельцев квартир, проживающих, кто присутствует в квартире. По крайней мере, она бы их разбудила бы, и уже какие-то меры принимались. Я хочу сказать, что средняя стоимость такого, думаю, завещателя, она не так дорого обойдется собственникам квартиры в пределах около 250-280 рублей. Ну, плюс расходный материал — это своевременно менять батарейки. То есть в каждом частном доме, особенно деревянный сектор, да, это обязательно непременно должна быть вот такая вот оповещательная система? Да, но мы рекомендуем, требовать мы не можем, особенно в частном секторе, мы не можем требовать установки таких извещателей, но мы всем настоятельно рекомендуем. Ну, скажите, пожалуйста, а как вот, допустим, вот вы соберете сейчас, да, соберете, ну, вот этих вот владельцев частных гостиниц, первым делом на повестку, вот что вы вынесете, каким образом, ну, скажем так, те люди, которые организовали свой бизнес, допустим, в небольшой квартире, ну, четырехкомнатная квартира, издается эта квартира, постояльцы там проживают, каким образом они должны, ну, скажем так, вот обратить прежде всего внимание на противопожарную безопасность? Вот с чего бы вы начали, допустим, вот собравшись на первое свое там заседание, допустим, вы и ассоциация гостеприимства в республике? Ну, здесь нужно начать разговор с того, что какие давать либо рекомендации, нужно исходить из того, в каком объекте размещена эта гостиница. Кроме общих требований, есть индивидуальные, исходя из объемно-планировочных решений зданий, конструкций, нужно индивидуально подходить к этому вопросу. То есть вот как раз-таки я хочу отметить, да, что люди обычно вот пугаются. Вот посмотрите, огромные вот три книги, которые сегодня Марьяна Матвеевна захватила с собой, чтобы показать наглядно, в каком виде должны быть оформлены документы, и людей обычно это пугает. Ну, еще раз, может быть, мы как-то акцентируем внимание на том, что вот эти все затраты, они не стоят того, что когда произойдет, не дай бог, пожар, и затраты и морального плана, и финансового плана, это будут гораздо-гораздо выше. Ну, не зря же существует фраза, что человеческая жизнь бесценна, и я думаю, и самим индивидуальным предпринимателям будет спокойнее, когда оно все оформит надлежащим образом. Ну, например, вот многие наши жители республики, которые приезжают в Якутск на учебу, на лечение или кратко в командировку, естественно, все останавливаются в гостинице. Сейчас у нас как-то вот такой тренд, что прийти, заявиться к родне, вот я к вам приехала на полгода, это как-то уже, ну, как-то так не принято, да? И мало кто обращает внимание на то, чтобы, ну, спросить, да, а где у вас тут пожаротушитель, а где у вас тут эта вот сигнализация ваша, да? То есть никто такими вопросами не задается. А ведь надо бы, наверное? То есть, заселяясь в какую-то гостиницу или выбирать гостиницу такую, чтобы, так, у вас этого нет, все, до свидания, я пойду искать ту гостиницу, где это все есть. Конечно, это на самом деле очень важно, потому что безопасность самого человека тоже одной из вариантов является своя же личная безопасность. То есть ты сам должен позаботиться, чтобы места, где ты размещаешься, были легальными и соответствовали всем требованиям. Ну, дорогие друзья, вот на таком вот призыве, опять-таки, просто призыв получается, да, отельером объединиться все-таки и обратить очень пристальное внимание на свою пожарную безопасность, как они ее организуют. Ну, поблагодарим наших гостей.